Уважаемые коллеги, переходим к процедуре вопросов и ответов. Есть желающие дать вопрос? Пожалуйста, депутат Ешеваев. Уважаемый Канган Ханч, у меня вопрос по дефектиту ГЦМ. Сегодня в городе Алматы фактически бензин отпускается по Талону. 92-й бензин фактически отсутствует. Такое положение не лучше и в городе Астане, и в других регионах нашей страны. Мы это хорошо видимо и слышим. Сегодня уборочная страда. Соотношение 1 к 5, то есть тонн на дистоплива, 5 тонн пшеницы 3-го класса. Такое положение было в середине 90-х годов. Такое соотношение. И сейчас опять как бы вернулись. Поэтому среди всех тем, какие меры правительство сегодня принимает, с тем, чтобы данную ситуацию стабилизировать. Спасибо. Значит, я вначале попрошу министра нефти и газа дать ответ, а потом я дополню. Соответственно, 92-го бензина. Вы знаете, что на сегодня, если говорить о цене, цена на 92-й бензин и на дистоплива, и на АИ-80, разрыв цен с Российской Федерации на пике достигал порядка 40%, на сегодня это 38-36%. Когда мы говорили о законе, мы говорили, что будем следовать разнице 10-15%. Причина, да, первая. Мы можем поднять предельные цены. При этом есть вопрос. Это согласованные решения там в правительстве. И инфляционный коридор, о котором говорилось, может быть резко повысен. Вторая. Даже если повысить предельные цены очень существенным образом, не факт, что этот 92-й бензин, который мы до 40% импортируем, мы завезем из Российской Федерации, поскольку ситуация с топливом на территории Российской Федерации тоже не такая простая. Что для этого делается? На сегодня весь импорт и поставки нефти с внутреннего рынка по максимуму идут на нефтеперерабатывающие заводы. Линейка без реконструкции по выпуску отдельных видов нефтепродуктов радикально изменена быть не может. Но в той мере, в которой это возможно, она уже переориентирована на выпуск 92-го бензина. Касательно сельского хозяйства. Сельское хозяйство получает дистопливо по льготной цене. Дистопливо в нашей стране на 36% на рынке, дешевле, чем в Российской Федерации. Тот объем, который идет на сельское хозяйство, ниже этой цены еще на 10-15%. Объем поставок дистоплива на сельское хозяйство выполняется и будет выполнен на 100%. В этом смысле обеспечение сельского хозяйства будет происходить приоритетным образом. Когда и каким образом возможно преодоление дефицита? Мы планируем это где-то середина октября. Почему? Первое. Скажутся те меры, которые уже приняты. Это сезонная ситуация. Вторая причина. Третья причина. В Российской Федерации послабление с выпуском 92-го бензина мы уже начали только-только ощущать, поскольку стандарты, которые должны были быть введены в начале сентября в Российской Федерации, ограничивающие производство 92-го бензина, они решением правительства Российской Федерации отменены и перенесены в силу сложности на рынке Российской Федерации до конца 2012-го года. Спасибо. Да, я вот здесь хотел один вопрос добавить. Вот сейчас министр он рассказал о оперативных мерах, которые предпринимает Министерство нефти и газа, совместно с компанией «Казмунный газ». Но ключевой вопрос – это наличие мощностей. То есть то поручение, которое главой государства дано по реконструкции наших трех существующих нефтеперерабатывающих заводов, оно будет завершено к концу 2014-го года. И вот в этот момент мы тогда получаем свою независимость, будем так говорить, энергонезависимость по обеспечению ГСМ. До этого момента, к сожалению, мы будем зависеть во многом от каких-то таких фруктуаций, поскольку у нас не хватает внутренних собственных мощностей. Понимаем, что это нас не красит, но мы должны решить все эти задачи, которые поставлены. Сейчас вот оперативные меры Министерство предпринимает, в том числе по закупке еще дополнительных объемов для поставки на территорию Казахстана в середине октября. Эффект будет почувствован в середине октября. Но ключевой вопрос еще расскажу. Это строительство собственных мощностей. Спасибо. Депутат Дмитриенко Тонус. Такой вопрос, что ли? Пожалуйста. По данным Минсельхоза, в стране ожидается высокий урожай, причем по всем областям рост урожайности. В СМИ выражают сомнения о том, что хранение реализации будет это зерно или нет. Поэтому в связи с этим вопрос, сколько опыт прошлых лет по хранению реализации будет учитан или нет, что заложено в бюджеты по этому вопросу и какие меры принимает правительство. Спасибо. Я тоже попрошу министру, если уходи, сдать микрофон, я потом расскажу. В этом году, да, в самом деле, хорошее урожай, благодаря погодным условиям и благодаря всем принятым системным мерам, потому что такие дожди были в 99-м году и в 75-м году, но в отличие от этого мы сейчас сеем хорошими семенами в оптимальные сроки, хорошими пассивными комплексами. И в этом году, конечно, это все сыграло все эти факторы и на сегодняшний день средняя урожайность по республике достигает около 16 центнеров, а в северных областях уже есть хозяйство, где, вероятно, более 30 центнеров. С гектаром мы посмотрели по статистике, это такого урожайности такого не было с 50-го года. Конечно, это вызывает целый ряд проблем по хранению, по уборке. Даже современные комбайны сейчас идут с очень такой низкой скоростью и, конечно, это вызывает нагрузку и на технику, и на людей. Но при этом уборка идет хорошими темпами. На сегодняшний день уже 75% уборочных площадей убраны. И вопросы по реализации хранения правительством принимаются в системные меры. С 2009 года, после, когда у нас были вот такие же негативные моменты по хранению, были приняты такие системные решения, открытые кредитные продукты для строительства и расширения новых элеваторов, с того момента уже на сегодняшний день введены в эксплуатацию более 400 тысяч тонн хранения элеваторов. У нас в целом где-то около миллиона-полтора не хватает в трех серносеющих областях, и поэтому мы вот как бы движемся на решение этой проблемы. Есть проблема по реализации, и этот год лишний раз доказывает, что нам надо диверсифицировать пассивные площади, потому что у нас традиционные рынки покупают всего лишь около 6 миллионов тонн зерна. Даже когда у нас стоимость зерна была 400 долларов, они покупают свои 6 миллионов, и когда у нас была в 2009 году цена зерна 80 долларов, они покупают ровно 6 миллионов. То есть у них нет лишних денег, чтобы заплатить вперед, и в то же время, когда цена поднимается, они все равно едят столько же хлеба, как едят в обычные годы. Поэтому 6 миллионов наши традиционные рынки. У нас внутри страны потребление около 8 миллионов тонн, включая семена, поэтому у нас общая потребность для производства необходима около 14 миллионов тонн зерна. Уважаемые коллеги, хотел здесь некоторые два добавления сделать. Один из принципиальных вопросов – это, конечно, рынок сбыта. То есть у нас есть свои традиционные рынки сбыта, о которых сейчас министр говорил, но задача – это расширять рынки сбыта, тогда и вопросы похоронения будет решаться. Вот в этом году в октябре месяце будет открыта новая дорога через Туркмению. В Туркмении будет в середине октября, стык произойдет. И до конца года это еще дополнительная одна железная дорога на Китай через Кургас. Я думаю, что расширение новых рынков сбыта через Туркмению – это в Персидский залив и в Афганистан, вот новый участок дороги, и через Китай дополнительно, в сам Китай и в некоторые другие страны Юго-Восточной Азии – это вопросы расширения рынков сбыта. И в первую очередь для нас это расширение рынка сбыта наше позерно. Вот в проекте уточнения и бюджета и на 2011 год, и на 2012 год там заложены ресурсы по удешевлению. Так же, как мы это делали в 2009 году. Так же, как в 2009 году. Но хочу сказать, что не на 100% решается вопрос. Я вот сам разговаривал и с Акимами, и с сельхозтоваропроизводителями. Часть зерна все-таки придется нам хранить, в том числе и на полях. То есть мы сейчас какие-то меры мне Акимы докладывают, какие они меры предпринимают. Наша задача как можно быстрее, прямо вот сейчас министр этим занимается, как можно больше экспортировать, быстрее вывозить прямо с колес. Спасибо. Уважаемый Карин Коженханович, мы знаем, что лидером партии, лично вами, в целом правительством многое делается по развитию системы образования в республике. Из года в год выделяются значительные средства на строительство, ремонт, реконструкцию школ. Об этом мы услышали сегодня из ваших уст и из уст министра. Однако до сих пор существует все-таки острая потребность строительства новой школы. Проблема аварийных и трехсменных школ. По республике в целом 228 аварийных школ, 69 трехсменных школ. Только по одной южноказахстанской 69 аварийных школ, 24 по жамбулской и так далее. И получается, что если даже по южноказахстанской области, чтобы решить проблему аварийных трехсменных школ и в целом обучение в приспособленных помещениях, необходимо строить по 40 школ ежегодно. Тогда получается, что мы до сих пор не решили проблему аварийных и трехсменных школ. В связи с этим вопрос все-таки, когда и каким образом будут решаться вопросы по хотя бы уменьшению, снижению количества проблемных школ, имеется в виду трехсменных, аварийных и приспособленных помещений. И второе. Последнее время участились практически во всех средствах массовой информации сообщения о стихийных бедствиях разного характера, в том числе землетрясения. Пришло в этом году и город Алматы. К счастью, у нас обошлось это без жертв, хотя по всему миру мы видим, что землетрясение уносит тысячи и тысячи человеческих жизней. Конечно, не может нас не беспокоить и не вызывать тревогу состояние безопасности наших граждан, проживающих в Алматы и других сейсмоопасных зонах. Тем более и маленьких наших граждан, обучающихся в школах или же больных, которые на тот момент могут оказаться в больнице. Напрашивается вопрос, а готово ли вот наше правительство, соответствующие органы, к ситуациям высокобальных землетрясениям? В Алматы в этом году было это в пределах пяти баллов. Второе, что предпринимается сейчас все-таки по сейсмоусилению объектов образования, здравоохранения и живых многоквартирных домов по городу Алматы и других. И третье, каково оснащение и уровень профессиональной подготовки аварийно-спасательных служб, на которых возложена задача по спасению людей в условиях ЧАЭС и в том числе землетрясения. Спасибо. Я попрошу, могу дать микрофон по образованию, чтобы потом вам учиться. Спасибо, Гульмира Истайбековна. Сегодня достаточно много говорили, сколько внимания сегодня уделяется вообще в сфере образования. Принята государственная программа развития образования на 11-20 годы и предусмотрено строительство на эти пять лет 203 школы с республиканского бюджета. Местный бюджет запланировано 215 школ, 80 школ у нас будет строиться Беннинг, Мехтек, плюс еще 25 школ мы завершаем, которые начали в прошлом году. Итого 523 школы. Аварийных школ количество вы назвали, школы, которые трехсуменные тоже назвали. К сожалению, количество этих школ с каждым годом не уменьшается. Их строим каждый год, но их количество не уменьшается. Но думаю, если мы сравним Россию, которая по численности населения в 10 раз больше, чем Казахстан, они на 5 лет запланировали строительство 640 школ. А мы запланировали 523 школы. То есть мы в 10 раз больше строим школ. Я думаю, что все это позволит нам в ближайшие 4-5 лет, наверное, все же решить проблему не только аварийных и трехсменных школ, но и перейти. Мы же начинаем с 2015 года переход на 12-летнее обучение, которое завершено в 2020 году. Все эти вопросы сегодня находятся под пристальным вниманием главы государства и со стороны правительства делается очень много. Я думаю, эти вопросы будут решены. Что касается нашего вопроса, по поручению главы государства, вот после майских землетрясений было четкое поручение. Сейчас готовится с нашей стороны создание отдельного акционерного общества, куда войдет институт сейсмологии, плюс 53 сейсмостанции, которые находятся в ведении нашего министерства образования и науки, плюс сейсмостанции, которые находятся в ведении министерства по чрезвычайным ситуациям. Прогноз. Вот этот будет создан такой мощный центр с хорошим финансированием, где отрабатывается полный мониторинг, ведутся исследования по всем крупнейшим станциям взаимосвязаны и введены наш вот этот центр. В этой части с научной точки зрения Министерство образования при поддержке непосредственно Карен Кажин-Канча мы уже приступили к созданию вот такого крупного центра акционерного общества, которого будет вести полный прогноз. Что касается оперативного оповещения и так далее, это, наверное, находится в ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Что касается объектов образования, то сегодня в Алма-Атинской области и в городе Алма-Ате все объекты образования, где проходят реконструкции или строительство, они проходят сейсмоэкспертизу. На это выделяются сегодня средства. В прошлом году были выделены средства на объекты образования. На следующий год тоже предусмотрены средства в нашем республиканском бюджете на объекты образования Алма-Атинской области и в городе Алма-Ате на сейсмоусиление. Спасибо. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, что касается землетрясения 1-2 мая текущего года в городе Алма-Ате, хочу доложить, что был результат рассмотрен на правительственном помещении, где доно поручение перед вами. Целый комплекс предприятие разработано, сейчас проводится. Сегодня именно в 20-е годы началось вручение, в результат вручение ЖР-51 в городе Чимкентюжи-Казахстанской области, где отрабатывается вруч по землетрясению. ЖР-51 в городе Чимкентюжи-Казахстанской области, где отрабатывается